Я сейчас работаю разработчиком компьютерного зрения в компании Паркур. Сегодня я расскажу вообще про компьютерное зрение и как его применяют в Казахстане и то, что в принципе эта технология, она имеет там большие эффекты, большую пользу не только для бизнеса и в принципе для людей. Коротко о себе, я с помощью фонда и я очень сильно благодарен ему. Смог съездить на стажировку в университет Мэриланда, это один из крупнейших университетов штата Мэриланд и государственный университет. Прошел стажировку, в 18-м году закончил Баклавр и Сулеймань Дамирели и в 20-м году получил магистрскую степень. Потом начал свой путь именно как дата-сайентист, машинелернинг-инженер. Поработал в BI Innovations как аутстав над продуктом, который был связан с ценообразованием у них, именно жилье. Также поработал в Киселе, с черным, именно как работает отток в огромной телеком-компании. И с мая 21-го года я по сей день работаю в стартапе Паркур, который занимается не только автоматизацией парковки, а в принципе все, что связано с муниципальными парковками, прибыльными парковками и зонированными полностью всем тем, что это связано. На этом кадре я хотел бы рассказать один из примеров своей магистрской работы. Представьте, что у вас есть два изображения с двух разных кадров и вы хотите понять, насколько они далеко находятся от камеры, где был кадр сделан. И за счет нахождения вот этих признаков на обеих кадрах и их сопоставлений, именно локальных признаков, у вас получается сделать определенную геометрию, которая позволит понять, насколько глубоко находятся объекты на этой картинке. Моя работа заключалась именно нахождении оптимальных таких алгоритмов за счет очень быстрого не только дип-лернинга, а также еще линейного программирования. Здесь я хотел бы показать один пример из работы, которая была на стажировке. На стажировке я занимался тем, что находил угол наклона солнца на изображениях людей. Зачем это надо? Это странно. Зачем находить именно тень солнца, азимут на лице людей? Но представьте, что у вас есть изображение, кем-то сделанное когда-то, и есть метаданные. За счет того, что вы находите изображение человека на этом и именно угол наклона солнца и сопоставляете со временем этой фотографии, вы в принципе можете понимать, что это фейковое изображение или нет. Ну, это один способ бороться с неким фродом, когда есть фейковое изображение. Теперь я хотел бы рассказать про компьютерное зрение в Казахстане. Там у меня два слайда, которые связаны с компаниями, и хотел бы остановиться на каждой, то что каждый делает плюс-минус похожее и одновременно чуть-чуть разное. Ну, первое, по-любому я бы рассказал про компанию, в которой работаю. Мы занимаемся именно распознаванием номеров и предоставляем автоматизацию парковки. Были в группе компаний вместе с Сергеком. У нас чуть-чуть другие задачи. Они занимаются тем, что штрафуют людей и все их ненавидят. Компания Сергек, она позволила снизить огромное количество ДТП, что заставляет людей чуть-чуть осторожнее ездить. Также про паркур. Сейчас есть представительство в восьми странах, порядка где-то 120-130 объектов, где мы запущены, и все на базе распознавания каждой страны. У Сергека, кстати, тоже, помимо компьютерного зрения, ну, за счет компьютерного зрения, они не только штрафуют. Если вы не заметили, когда вы едете между городами, там есть огромные арки, которые списывают с вас деньги за то, что вы проехали по платной дороге. Это тоже одна из компаний, называется Zirik, типа в группе компаний вместе с Сергеком. Так, следующая компания – это Repoint. Я просто проходил в интервью эту компанию, и мне понравился очень сильный продукт. Это продуктовая компания. Если не ошибаюсь, есть в Украине, в Америке и в Казахстане представительство. Продукт, о котором я знаю, они именно работают, именно продукт, который они предоставляют, и показывают себя там в фарме за счет анализа речи, за счет компьютерного зрения они позволяют именно следить за продажей фармацевтики. Это все правильно, да, кажется? Да. Следующая компания – Target.AI. Эта компания базируется в Астане, при Астана Хабе. Тоже один из таких прям крутых стартапов, который работает именно над Surveillance. Потому что видеоаналитика – не только это распознавание номеров или там каких-то штрафов, а именно поиск каких-либо аномалий, типа драка происходит, либо там толпучка людей. Вот это одна из компаний, которые пытаются решить эту проблему за счет каких-то определенных ивентов. На следующей странице я хотел бы рассказать про эти четыре компании. Каспий мы знаем тоже, они предоставляют компьютерное зрение, но в таком формате, что пытаются именно предостричь фрод. Когда вы приходите, распознается ваше лицо, но там бывают люди, которые пытаются… Очень много кейсов, когда люди приходят с фотографиями от левых людей, или там со скриншотами, пытаются за счет других людей вытащить их деньги. И Каспий решает за счет именно фрод-детекшена огромное количество проблем. Зачем они согласились вообще в принципе на именно распознавание лица? Это потому, что они хотели позволить людям снимать с банкоматов сразу деньги, с депозитов, с огромных счетов, и именно распознавание лица решает эту проблему. Ну и верификацию, в принципе. Следующая компания Verigram. Сейчас у них есть свой активный продукт – это распознавание лица, и еще прям круто развивающее – это распознавание документов. Именно за счет сканинга вы можете, в принципе, удостоверять ваши удостоверения, паспорта за очень быстрое время. Про компанию BTS Digital. У них есть продукт Digital ID, который разработался в 2018-2019 году. Оно прям очень активно интегрировано в EGOV. Все сталкивались, наверное, когда использовали его. Там также используется распознавание лица и Fraud Detection, которые, в принципе, эти компании и также Beeline, у них также есть при регистрации на Easy и Simply вы используете распознавание лица и также сканинг документов. Все эти компании занимаются около распознаванием лица и нахождением Fraud. Я хотел бы рассказать про очень интересный проект, который наткнулся буквально недавно. Представьте, что вы хотите создать целый пакет. Это называется, кстати, Tinder пакет, это называется LinkedIn пакет. Вы не хотите фоткаться, платить каким-то людям, чтобы сделать фотосессию, но у вас есть несколько ваших селфи, да? За счет проекта Photo AI, там вы за 24 часа можете получить, ну там определенная цена, конечно, есть на это, но, блин, это очень круто. Вы просто фоткаете ваше лицо с разных ракурсов, отправляете там пакетом где-то 10 проектов и все, он может сгенерить все, что хотите. Там есть Tinder пакеты, LinkedIn пакеты. И самое крутое, чтобы прям было классно, вы можете себя, ваше лицо поставить на лица других звезд. Прям они могут поменять вам волосы, изменить, там, отретушировать. И в принципе это прям очень круто. Но для Tinder реально выглядит круто. Хотел бы поделиться именно тем, что наша жизнь, если мы будем ее дифференцировать, она будет от нашего рождения до смерти, это всегда обучение. И познавайте, и обучайтесь. Технологий очень много, и высокая квалификация, она всегда найдет свое место. Спасибо.